Кармен, Сергей Лемах и Богдан Титамир внедрили на отечественную сцену электронную музыку. Стильная группа Кармен стала хитмейкер 90-х, однако исполнители Лондон, Гудбай и Чиачиачан не ужились. Музыканты отказывались даже пересекаться друг с другом, а о творческом воссоединении и речи не шло. Оба называли разные причины, по которым Кармен перестала существовать. Сказались и разные творческие амбиции, и сложности с деньгами, и личная неприязнь из-за чувств к одной женщине. Братья Гримм Дуэт «Братья Гримм», состоящий из братьев Бориса и Константина Бурдаевых, распался в 2009 году. По словам их директора, проблемы начались из-за одного из участников, которого поразила «звездная болезнь». Бурдаевы поругались не только как коллеги, но и перестали общаться, как родственники, но каждый из них продолжил сольную карьеру. Агата Кристи Легендарная рок-группа Агата Кристи, в которую также входили братья Глеб и Вадим Самойловы, распалась из-за творческих разногласий между участниками. Создатели видели разные пути развития коллектива. В итоге совместную работу они завершили, но право на ранее написанные песни чудом поделили поровну. Непара В 2002 году Александр Шоуа и Виктория Толышинская образовали дуэт «Непара». Несколько раз группа распадалась, но собралась вновь в прежнем составе. Но в 2019 Шоуа объявил, что они с Викторией будут выступать отдельно. Она обвиняла Александра в излишней строгости, он говорил, что она серьезно относилась к репетициям. В итоге певица собрала свой коллектив, а ее бывший коллега пригласил не пару, двух новых вокалисток. СМАШ Влад Топалов и Сергей Лазарев начинали с совместного проекта СМАШ. Группе было бы 25 лет, если бы в 2006 между артистами не произошел раскол. Влад Топалов во многих интервью винил в неудачах СМАШ. СЕБЯ, мол, его накрыла звездная болезнь. К тому же у них с Сергеем были разные взгляды на будущее. Топалов мечтал уйти в рокс-музыку, Лазарев делать поп. Однако певцы сохранили дружеский контакт и даже не против снова выйти вместе на сцену. ВЕС Дмитрий Бигбаев и Влад Соколовский после «Фабрики звезд» составили дуэт БИС. Миловидные артисты быстро стали любимцами молодых поклонниц. Но Константин Меладзе, автор проекта, вскоре потерял интерес к Бигбаеву и Соколовскому. Им перестали давать хитовый материал. Первым контракт разорвал Дмитрий, за ним ушел и Влад. ЧАЙ ВДВОЕМ Дуэт ЧАЙ ВДВОЕМ прожил целых 18 лет. Коллектив появился практически случайно, но стал символом отечественной поп-сцены. Стас Костюшкин и Денис Клявер просто разошлись в интересах. Первому хотелось делать эксцентричную музыку, а второму – романтичную. ЧАЙ ВДВОЕМ распался, а его экс-участники пошли тем путем, которым хотели. Николай Басков и Филипп Киркоров. У Киркорова и Баскова никогда не было официального дуэта, но артисты часто выступали вместе. Да и вне шоу-бизнеса они оставались друзьями. Последние годы Филипп и Николай почти не пересекаются. А если встречаются, то Басков начинает специально высмеивать приятеля.